Итак, вот это критерии. Это критерии о том, каким образом можно создать полезную виртуализированную архитектуру с непосредственным исполнением. То бишь архитектура, на которой большая часть инструкции исполняется непосредственно процессором, но при этом происходит исполнение задействия с предоставлением гибридору реального всего контроля над содержательным поведением системы. То бишь необходима, значит, эквивалентность, то есть поведение листовой операционной системы, совершенно теоретично, поведение исполнения той же самой операционной системы на подобном оборудовании. Значит, контроль главными ресурсами, то есть B-работа, причем маршрута не тоже, потому что гибридор сокращенно. Подразумевается здесь ровно следующее, что в принципе все управление реальными ресурсами компьютера все равно принадлежит гибридоризору. И при желании он может, так сказать, что-то дать или не дать тому или иному гостю, исключительно на основании, собственно, внутренних решений. И, собственно, критерии этого опыта Голберга, они касаются, так сказать, машин третьего поколения, потому что современные компьютеры до сих пор являются машиной третьего поколения. Так вот, соответственно, в наборе инструкций существует, так сказать, три класса. Приверегированная инструкция, инструкции чувствительные, вот я сейчас пытаюсь представить, что такое чувствительная инструкция, управление по поведению и все инструкции. И вот, соответственно, на этой же ситуации требуется два таких момента. Первое, что чувствительные инструкции являются в одном же неприверегированным. То есть, что это значит? Значит, я считаю, что чувствительные. Значит, чувствительные инструкции это те инструкции, которые видят или затрагивают, так сказать, глобальное состояние машин. Вот скажем, инструкция запрещения прерывания. Естественным образом является такая чувствительная инструкция. Поскольку она может подефицировать уже то, как можно будет себя вести глобальные и необратимые, в том смысле, в моменты разрешения прерывания. Инструкция чтения флага, в котором в частности хранится текущая состояние флага запрещения или разрешения прерывания, она тоже является чувствительной. Хотя она в общем-то ничего не меняет. Она ведь чувствительна, поскольку она чувствительна по поведению. То есть можно, прочитав этот самый E-flux, увидеть, запрещены прерывания на настоящий процесс или не запрещены. И от этого в зависимости программа может вести себя по-разному. Таким образом у нас получится нарушение вот этого самого требования неварианности. И второй момент, так сказать, это вот если говорить о, так сказать, полезной виртуализированности, это то, что набор привилегированных инструкций является статистически значимым меньшим сабсетом всех инструкций. Что здесь, я понимаю, патистически значим? Это не значит, что, грубо говоря, привилегированных инструкций в статистике сильно меньше, чем нормальные инструкции. Это, естественно, никого не волнует. А что интересно, это то, какое количество исполняемых инструкций привилегировано, а корень не привилегировано. Почему это важно? Это важно по той простой причине, что виртуализация, ну, скажем так, большинство классических схем виртуализации, в частности, вот то, о чем говорил какой-то клуб, это виртуализация, основанная на том, что машина генерирует перерывания определенные, то есть, грубо говоря, трек. При встрече привилегированной инструкции в неприлегированном контексте. То есть, мы, соответственно, дальше можем из обработчика трекла, который предполагается, если находится где-то в гипервисоре, смотреть, что это за инструкция, соответствующим образом модифицировать состояние виртуальной копии, так сказать, вот этой вот машины и продолжать дальше исполнение, проигнорировать эту инструкцию. И понятно, что если у нас, грубо говоря, практически каждая инструкция будет таким вот неприятным образом трапиться, то мы по большей части будем постоянно прыгать между гостем и гипервизором, в общем, непосредственное исполнение никого такого особого не получится. Поэтому, собственно, вот второе требование как раз в коррестектуре, это как раз то, чтобы это было, так сказать, вот это вот заключение было, так сказать, статистически значимое. То есть, по большей части исполнялись неприлегированные инструкции. То есть, ну, по сути, достаточно привилегированной требований, ну, такой здесь титрости нет. Чувствительные инструкции как-то более формально можно родить? Какие? Чувствительные. Если мы читаем обычный регистр, зачем? Если мы читаем обычный регистр, это нечувствительная инструкция. Вот, как сказать, вопрос, грубо говоря, о глобальном победении машины, то есть о том, что нужен ли мы чувствительные инструкции, ну, типа, под необратимым образом, так сказать, то есть под необратимым принимается такой образ, который, скажем, нельзя восстановить, например, посланным кем-то из непрерыва. То есть, ну, вот, к примеру, если, как мы, если мы говорим о, вот, скажем, типичной, типичный процесс, так сказать, пользовательный процесс в современной операционной системе, он создает все инструкции, которые у него пополняются, нечувствительные. То есть, это надо понимать. То есть, вот, все, что он делает, ну, точнее, смешно, как? Ну, пока он не сваливается в ядро. Когда он сваливается в ядро, выполнение придается ядру. Вот, это то же самое механизм. То есть, то в ядро есть фиксированное количество точек входа. Точно так же, как бы, привилегированная инструкция в потоке инструкции гостям может, могут считать привилегированные инструкции. Просто необходимо, чтобы, вот, вот, вот это необходимо за заключение. То есть, не говорится, что не должно быть чувствительная инструкция. Говорится, что все чувствительные инструкции должны быть привилегированы. То есть, это значит, что исполнение будет автоматически передаваться гипервизору в случае, если чувствительная инструкция случилась. Гипервизор может принимать, аж не зачем. Но все еще непонятно, что такое же консультация. А вот еще несколько примеров приведу, чтобы было понятно. А вот еще один предыдущий слайд. Уже обсуждалось, что подразумевается по полезной, как и по виртуализированности и по эффективности? Ну, скажем так, слово «полезность» это, в том числе, так сказать, не строго определенное слово. То есть, полезность здесь подразумевается, но в существовании гипервизора, которым можно прагматически пользоваться. То есть, без особого ущерба для производительности системы в целом. То есть, грубо говоря, нет особой разницы, использовать ли гостевую систему под гипервизором, либо ту же самую систему на хостовой операционной системе. Вот, по сути, то есть, здесь это не строгая понятия. Вот, все это было так. То есть, чуть получше объяснить, что такое чувствительные инструкции, как раз на примере автюра X86. Ну, вот, X86 не удовлетворяет, собственно, критериям этого самого профика Голберга. То есть, вот эта вот красивая ссылочка – это как раз одна из работ, посвященная как раз проверке критерия профика Голберга и выяснению, что для X86 они не удовлетворяются. Ну, я здесь вкратце, так сказать, помешу, почему. Значит, что тут инструкции такие, как, например, ой, GAS, если бы было LD. Вот, что тут такие инструкции, как LDT, LDT и LDT. То есть, ну, кто-нибудь знаешь, что они делают? Ну, это форма укройте. Включились по следующей таблице. Кривальному, глобальному. Да, это, действительно, три таблицы, соответственно, глобальному дискриптуру, глобальному дискриптуру. Графный дискриптуру. Ну, я здесь, что у нее шепотрусит в этом слайде. То есть, это не S, то есть, ну, маточный, но все правильно, действительно. Потому что, как бы, это инструкция для чтения дискриптора, соответствующего дискриптора в регистре общего назначения. То есть, хотя эта инструкция не, она не привилегирована. Вот инструкция в другую сторону, то есть, модификация LDT, она привилегирована. То есть, попытка что-то записать, там, или LDT, или чего-то еще. А вот, прочитай дискриптор, она не привилегирована. Там считается, что она ничего плохого не делает, вообще говоря. Ну, действительно, в протектор моде, на самом деле, дискрипторы, ну, просто дискрипторы. То есть, эта команда решается очень сложно, ну, и ладно. Ну, проблема в том, что эта инструкция, так сказать, отражает глобальное состояние машины. По крайней мере, вот данных, как данных, так сказать, в процессе. Ну, вот сказать, что еще одна похожая инструкция. Ну, так сказать, есть такая инструкция с SMVS, то бишь Store, машина, статус Word. То есть, машина просто статус. Значит, примерно то же самое. То есть, мы не сохраняем глобальный, так сказать, чувствительный регистр процессора в регистр общего назначения. То есть, хотя мы вроде как ничего не переписываем, но тем-менее мы начитаем глобальное состояние. Ну, еще есть примеры. Пуш-флагс и поп-флагс. То есть, ну, поп-флагс, понятно. Поп-флагс, да. Поп-флагс, да. Поп-флагс, да. Поп-флагс, да. Поп-флагс, да. Так, да. Там, действительно, там, ну, это достаточно такой, своеобразно развившиеся набор инструкций. И, действительно, в регистре флагов, там кроме собственно флаг общего назначения, то есть, например, текущее состояние Г или зилу флага, нам также хранятся все, что не помнит. Например, в каком режиме сейчас исполняется процессор в режиме виртуальной, в виртуальном V86, в режиме реальном? Забрещены ли разрешены прерывания, опять же? То есть, например... Что? О, это большая и простая история. То есть, на самом деле, инструкция... Вообще говоря, я смотрю на реальная семантика. Особенно в режиме V86. Я однажды купил неделю на то, чтобы... ...составить... ...березти нормальную работу из плеча в боксе. Одной из причин была как раз не очень обвиняемая обработка флага VIF, как раз по метке, что процессор исполняется в виртуальном 16-битном режиме. То есть, хотя она маскированная, но маскированная... То есть, грубо говоря, вот, например, вот этот вот бит... ...он 17-й, поэтому, как бы, ну, нельзя прочитать 16-битным, естественным образом. Какие-то биты маскируются, ну, скажем, египот не надо маскироваться. То есть, при записи, естественно, маскироваться, ну, это всего несколько нельзя описать, но прочитать, ну ладно. Лара, да, тоже какая-то очень самовная такая инструкция, что она делает. Вот. Как вы думаете, почему поп-сегменты регистов, если кто-нибудь вон начинает степить на программирование, почему опять же это, там, чувствительная инструкция? Указал. Чего такого? Ну, как сказать, если тут меня есть инструкция, то это прямой путь к возврату другого места, нежели оттуда... Ну и что? Если это место принадлежит тому же процессу, ну, хорошо. А если непринадлежит, то защита страницы сработает. У тебя нет, естественно. По идее, ты говорят, вообще-то секрет не может отправляться на случай. Нет, по... Ну, хорошо, вот так. Как бы, надо понимать, что мы сейчас говорим про протектор модуль. То есть, ну, это же, наверное, не геопы, да, но, тем не менее, вот... Это падающийся, по-моему, это... Это селектор. Это селектор. Протектор, вроде, сенс, это селектор. Просто, а какие-то применения еще в этом селекторе просто? Да, верно. То есть, действительно, на самом деле, в селекторе хранится, в частности, два места засействованы под текущее кольцо защиты, которое исполняется данный код. Поэтому, в общем, тоже так. И в стеке, и в... Поп или кушь. Второй вопрос. Поп или кушь? Поп. Поп должен быть. Поп хуже того. Поп вообще инфицирует, на самом деле. Поп не привлекли к вам. Так нет, на самом деле, так, как в мазице, это больше то, что он поесть, может. Поп не шторм приведет к скрещению. Поп, вы говорите... Нет, еще раз. Может... Поп действительно пустос. Я не знаю. По-моему, я это более интересовало из работы. Поп. Поп угадывается. Вот, да. Но, действительно, по крайней мере, пушь точно. Потому что, поп-то, может быть, приведет к скрещению, а пушь-то нет. И мы точно так же считаем глобальное состояние, глобальное состояние реального текущего кольца защиты. Нет, по-моему, при исключении, если попытается повесить выбора чем-то максимум? Да. Но пушь-то, пушь точно не подходит. Вот, соответственно... Ну, и с СТР, опять же, сохранить регистр текущего аппаратного указателя на задачу. Там нужно подробнее читать работу, почему это вредно. Ну, вот, тем не менее, вот, собственно, почему, видим, на истории виртуальных машин, вот, в 90-е годы случился такой ренессанс. Вот именно потому что мы можем создать эффективные, ну, не только виртуальные машины для интернете. Используя механизм бинарных трансляций, вот, собственно, чем и является, и чем замечательная компания ВИМВ. Ну, вот эта вот ссылка, это, опять же, ссылка на работу, как бы, достаточно интересно людей из ВИМВ, о сравнении производительности бинарной трансляции и аппаратной виртуализации. Соответственно, вот, два подхода, вообще, это, собственно, механизм бинарной трансляции, то есть, когда мы интерпретируем машинный код как, в общем, данное, или часть машинного кода, если мы интерпретируем как данное. И, соответственно, порождаем по ним непривилегированный код, который, в общем, делает, к примеру, то же самое с виртуальной машиной. Или при помощи расширения архитектуры, которая, собственно, виртуализирует привилегированные состояния. То есть, по сути, если мы, так сказать, в какой-то момент исполнения скажем, что, знаете, вот, все, что сейчас происходит, оно, включая изменения каких-то глобальных, так сказать, переменных, оно на самом деле все не настоящее. То есть, все, что вы изменяете, оно изменяется не на самом деле, а только в копии для вот этой виртуальной машины. Соответственно, слово, как сказать, состояние, это не слово состояние района процессора, а видение слова состояние той или иной виртуальной машины. То есть, понятно, при таком познании, чем, по сути, являются, так сказать, все эти интерпулы, как это красиво называется, по-моему, эти X, это, по сути, набор расширения, набор инструкций, по сути, так сказать, ну, так, не мой, скажем, содержатель инструкций, а именно VMRA. То есть, по сути, а вот теперь выполнил код, который я тебе сказал специально обученным образом, в виртуализированном контексте. То бишь, все изменения, которые ты делаешь, они на самом деле я не хочу знать, и я не хочу, чтобы они на самом деле происходили с процессом. То есть, если кто-то изменяет, например, состояние флага запрещения разрешения прерываний, гипергизор просто об этом узнает, потому что VMRA возвращается с китальным статусом. И, соответственно, при нем предпринимается действующий метод. Так, полагалось, что я закончу день-нибудь здесь, но потом подумайте. Вот, да, вот этот вопрос, по-моему, серьезно, что там все есть. Как вы думаете, вот, кто-то в памяти прерывированный операций? Ну, скажи, кто-то в трагицу определил. Ну, вот, прерывированный операций или нет? Как вы сказали, это рассуждение? Вообще, то, наверное, прерывирование, так как мы можем обратиться к памяти, соответственно, к нашему, ну, супервизору. Я думаю, это будет важен, который вы решили, да, всегда есть. Ну, вот что, вот, у VMRA, так сказать, у него есть явно. Это прерывированный VMRA, а это непрерывированный. Я думаю, что разрешение обрисоваться будет выяснить. Да, верно. На самом деле, действительно, как бы, вообще говоря, VMRA, операция непрерывирована, но при этом, так сказать, то, над чем он работает, то есть, так сказать, можно либо инструкцию, грубо говоря, снабжать, или, ну, к префиксам привилегированности, либо то, с чем она работает, то есть, например, в случае, ну, адрес, с которым она работает, или в случае, скажем, кстати, вот, и навык, я не знаю, это же такое некое расширение артистуры 8.6, но знаете ли вы, в принципе, и навык можно использовать в непривилегированном процессе? Да, абсолютно верно. То есть, в принципе, если как раз в действительной задаче, там есть такой битман, который описывает, какие порты, в принципе, тот или иной процесс может использовать непосредственно, без, так сказать, даже из непривилегированного ввода, то есть, из-за чего не будет. Как всегда, в хороших, например, в будущем как раз в действительной задаче. Титма. В принципе, первым экспертам записанное заполняется в смысле? Нет, никаких таких задач. Нет, это написано в действительной задаче. А, соответственно, заполняется аналог у самстравлина обычным системным вызовом. Вспособственно, обычный системный вызов. Тот же перевитировал? Он вырисит, да и естественно, что его всякие можно делать. Собственно, это позволяет писать драйвера UserLand. Какой у нас под Unix самый популярный драйвер UserLand? Рус? Нет. Самый популярный драйвер UserLand это X40. Надо понимать, что X-Window это драйвер видеокарты, по большей части исполняющийся инклюлигированным. Это более бескомпровожим. Он через дерьмен на это выходит? Нет. Ну как? Через дерьмен достаточно тяжело общаться с теми числосчастными портами. В современных устройствах? Ну это сильно зависит. То есть, ну опять же, в современном устройстве, там типа NVIDIA, их общественный социальный ядерный драйвер в основном общается с шоут драйвером UserLand. Но в принципе, так сказать, традиционно это наиболее частый вариант использования, продвигается продвигировавших операций. Точнее, давание возможности выполнения продвигировавших операций, продвигается процессом. Да. Ну что, вот и тут еще такой вопрос. Как вы думаете, как быстро проверить, удовлетворяет ли архитектура какая-нибудь с тем самым критерами глупо? На что надо смотреть? На что надо смотреть? На что надо читать и не видеть. На что надо смотреть? Ну, есть состояние, например, X-Ex. Ну, I-Ex это... Ну, I-Ex и I-Ex это, в общем-то... В любом смысле, посмотрение, взятую. Если для этой структуры есть какая-то сложная проционка, то можно посмотреть на ее шейтеры, какие там оборудования используются для всяких социальных задач, но имеется в виду для этого, чтобы все оборудовались. Вопрос в своей стратегии, но имеется в виду, опять же, на какие операции вообще стоит глянуть? Проблемы в глобальном состоянии, но только нужно понять, что такое глобальное состояние. Да, я и пытаюсь, это, так сказать, вопрос как-то на своем нематериалом, потому что стало непонятно, чем является глобальным состоянием для производства. Видимо, то, что сохраняется, скажем так, на запись. Ну, условно сохраняется, например, на запись. Приложение. 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 Ну, возможно, тогда старается. Но может быть, просто заграняется, это, так сказать, на каком-то носителе, вот… По поводу приключений контентов, ну, нету. Да, обычно надо переключать с собой Pizza и ихynnку. Перечить. Переключаются состояние регистров общего назначения и состояние регистра специального назначения. Это общая не узнали, почему они? Какое выключение контекста дополнительным являет и инвалидируется не кем-то для них решить процессором в общем целом. Это все, что происходит при любом выключении контекста на любой процентной системе. Я знаю. Нет, в любом его, я бы даже не рассказал специально назначение. Ну, в общем. Надо просто понять, какое выключение с детального значения. То есть, например, все регистры. Они регистры с детального значения одного тем не менее остальные не знают. В любой правильной архитектуре запись в глобальном состоянии должно быть привилегировано. Да. И нам нужно посмотреть, соответственно, чтение всего того, что ваша запись привилегирована и является ли она тоже привилегирована. Вот да. Вот такой это, мне нравится. Я бы тоже использовал, в общем, примерно такую стратегию. По проекте, вот, судя по тому, что не так в сумме 6, как бы, там все не так именно вот по такому факту. То есть, что, что-то, что-то, во что можно, так сказать... В общем, что нельзя писать, почему-то можно из этого читать. То есть, действительно, чехол МКССД, просто если нет, то уже кушать. То есть, есть пауру. Ну, как сказать, в определенном смысле, вот это исправление. То есть, как бы, мы можем по-разному исправлять проблемы. То есть, проблемы могут исправить либо модифицируя семантику инструкции, либо модифицируя контекст, который мы исполняем. Вот, по сути, тот же веймран, это способ модифицировать контекст исполнения. То есть, делать его глобально в виртуально, но тот же самый, например. ВИФФЛАГ, это же тоже попытка, так сказать, жалкая попытка Интелла виртуализирующего. То есть, это попытка виртуализировать флаг запрещенной разрешенной прерывания. То есть, перенестись ему и сохранить его копию где-то еще, и эту копию, так сказать, не читать. То есть, в принципе, естественно, это, так сказать, хочется исправлять, потому что надо, так сказать, исправить. Ну вот, давайте я сейчас еще поговорю про QEM. Значит, почему я говорю про QEM? Во-первых, потому что это действительно такой весьма интересный проект. Ну вот, если кто не знает про его внутренние устройства, то это очень полезно понимать. Вот, и к тому же на нем, опять же, мы видим все... Ну, практически все то же самое, что мы видели в других виртуальных машинах. Виртуальные машины в Java. И, на самом деле, мы увидим то же самое, если мы будем смотреть, например, на ту же VMware, только у VMware и, естественно, мы не достойно. И, на самом деле, он не смотреть не может. Вот. VirtualBox использовал чуть-чуть другой подход, но, тем не менее, вот так какие-то... Какие-то компоненты, они все равно, например, вот такие же. Значит, ну что... Собственно, по QEM это интерпретартор, так сказать, который моделирует методом, так сказать, джазной компиляции цикл исполнения циклу. Значит, что он делает? Собственно, ничего более простого, более сложного, чем динамически транслирует базовые блоки инструкции истовой операционной системы в определенное кружечное доставление, из которого затем порождает машинный код хостовой операционной системы. Соответственно, надо понимать, что QEM позволяет, в принципе, модерировать от проститурии с на артиктурии. То есть, в принципе, вот изначально QEM был разработан именно как быстрый эмулятор. То есть, там, собственно, QEM, это эмулятор. Вот. То есть, входом для бинарного транслядера в QEM является кусочек машинного входа гостя. То есть, естественно, он не копилирует все и не копилирует даже большую часть. То есть, на самом деле, так называемый базовый блок кусочками от момента входа до какого-нибудь бранчика. Соответственно, внешние прерывания для QEM, это, в общем, точно так же, как мы видим, джемомашина, это некий флаг, который периодически проверяется интерпретатором и периодически проверяется проработанным кодом. Благодаря тому, что мы, опять же, контролируем моменты бранчика, то есть, переходы куда-то, ну, в общем, всегда можем ставить те проверки, которые нам нужны не всюду, а, например, только в какие-то такие взапланы. Значит, программное, так сказать, преобразование адресов вообще осуществляется программной моделью иммунги. То есть, опять же, надо понимать, что, в общем и целом, если мы можем исполнять на спартке, скажем, кодекс 8.6, то, естественно, у нас просто нет аппаратной реализации иммунги. Поэтому нам нужно написать свой собственный момент. Собственно, что делает программная модель иммунги? Прожать пол? Я думал, это подпись 5. С 9, 4, 8, 6. Разрыв-то делать как спартка? Что-то нет. Почему? Почему? Если мы бью, это меморием, это будет бью. То есть, система трансляции виртуальной, то есть, а физически. А трек только в удовольствии? Давай, давай, давай. Нет, еще раз. Это полный длинарный транслятор. То есть, если только трек по доступу, то есть, если сами доступы, сами кумы, раздаются длинарным транслятором. Видимо, должен транслировать внутренние адреса эмулятора. Это та операционная система, которая уже в реальном и уже переобразует потом в реальный адрес-опрос. Да. Действительно, в конце концов, это по сути, так сказать, в отличие от меморием настоящего, который транслирован виртуальный адреса, так сказать, физически, на самом деле, вот такой мемор транслирует виртуальный адреса виртуальный адреса. У него есть своя виртуальная комплекция. А кто исполняет? Конечно. Развеживается. И не прятаться. Таблица. Походу. Ну, а кто ее сначала создает? На интерпретаре. И наружая солдатам. Потому что цель-казанная система гостевая... Правильно. Гостевая система сама создает, собственно, таблицу. Таблицу появится. В общем-то... А вот она не знает, она вообще в коеме исполняется. Поэтому, да, она создает табличку. И программная модель, в основном, не должна эту табличку быть интерпретировать. То есть она, давно четко понимать, как устроена табля... это самое... транслированное сочетание. И, соответственно, интерпретировать те данные, которые она знает, что является таблицей страниц. Потому что на нее указывается социальный регистр. Опять же, дозу, в котором она перехватывает. Ну, как и все остальное. Потому что, на самом деле, все инструкции, по сути, ведут к порождению того года, который, так сказать, бинарный транслятор стремулирует. То есть, вообще, вот почему я начну с куемом, вот как вы можете рассмотреть, как сказать, систему моделирования Hardware. Ну, потому что здесь происходит полная вариация. То есть, извините, на самом деле, бинарный транслятор контролирует все. То есть, здесь не просто регистрироваться те или иные куски гостя, а просто, чтобы гость не пытался исполнить, на самом деле, подгенерировать бинарный транслятор. То есть, любой букв там чего-нибудь в IAX, это, на самом деле, будет какой-то другой набор инструкций, соответствующий тому, какая у вас, соответственно, основная операционная система. Ну, также здесь, опять же, организованы программные модели всех устройств. То есть, опять же, с тем же самосоображением. То есть, если выполняете, опять же, какой-нибудь X76 год на «Spartic», там просто нет, например, контроллера прерывать, потому что его просто нет. Вам нужно реализовать модель, поединческую модель. Да, там есть, конечно, просто другое совершенно андроид прерывание, но у вас нет ни уйдетного, потому что, на самом деле, QM в стандартном, так сказать, своем соинкарнации – это полностью пользователь процесса. И, естественно, что при такой стектуре его несложно быть полностью пользовательством, потому что все, что он делает, весь исполнение полностью происходит в сгенерированном коде. И сгенерировать он любил. Значит, ну, и у него как-то информация есть два режима, собственно, работы. То есть, либо моделируется полностью машина с программными, так сказать, и аппаратными частями, либо, соответственно, моделируется только режим пользователя. Ну, то есть, естественным образом, никто вам не мешает, в принципе, запустить, скажем, команду LS, а тарел спарк на каком-нибудь 76-м принцип. Почему? Потому что, если у вас есть полный контроль над тем, что, собственно, происходит, то вы также можете перехватывать попытку выбора системной базы. Если вы знаете, что это, что, не знаю, там, системный вызов на Solaris, это инструкция BI или какие-нибудь другие модификации инструкции, то вы можете просто все попытки выполнить тот или иной трэп, так сказать, переводить соответствующие операции для Windows. И, естественным образом, вы будете иметь работающие у вас есть функциональный симулятор. То есть, понятно, это связано просто с тем, что современные машины очень хорошо разделяют юзерленд, то есть, то место, где исполняется пользовательский код и ядро. Поэтому, в общем, между ними есть четкие интерфейсы. Этот интерфейс точно так же можно эмулировать, как можно эмулировать аппаратный интерфейс с того или иного. Значит, ну и, в принципе, реализован так же офциональный ускоритель решения гидра, то есть, как раз некая система непосредственного исполнения. На самом деле, два. Один из них написал, собственно, оригинальный, а второй написал. Существенно отличное, что КВМ работает только при аппаратной литерализации, и, соответственно, сейчас я пытаюсь чуть-чуть описать нам вот этот КВМ. То есть, опять же, надо понимать, что это точно такой же код. То есть, сметник КВМ. Точно так же, как у нас был хатспот с входным языком в виде байк-кода, с выходным языком в виде машинного кода. Точно так же мы можем писать компилятор с входным языком в лице машинного кода. И с выходным языком в лице машинного кода. То есть, вся разница, на самом деле, исключительно в методологии, так сказать, компиляции. То есть, опять же, в том, что мы компилируем. КВМ на самом деле, на самом деле, должен использоваться такой вот кодогенератор из вполне существующего... ...в КВМ компилятора, по-моему. ...это GCC, по-моему. Что? ...это GCC, по-моему, они... Нет, 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 это не GCC. Они раньше использовали DTC очень сообразным образом. То есть, они создали такой тимплейт для интерпретатов. То есть, они GCC генерировали грузки кода в целевую архитектуру, а дальше вот эти вот тимплейты помещали в сгенерированный машинный код. Поэтому у них была очень жесткая привязка к той или иной версии GCC. Ну, последний раз, когда я на него смотрел, так и было. То есть, изменилось. То есть, после... Это было очень неудобно. Это сильно ограничило, как бы, просто даже использование новых компиляторов в разных дистрибутивах. Поэтому вместо этого был использован просто нормальный кодогенератор. То есть, на самом деле, нормальный IR, достаточно примитивный, но нормальный, и нормальный кодогенератор. То есть, просто система записи машинного кода вот... Точно такая же, как используется компилятор. То есть, только разница, что GCC, например, A, ну, как известно, порождает Asimper. То есть, GCC порождает SFL, а не O-файл. То есть, из SFL O-файла делается Asimper. И, извиняюсь, это реально. Что? То GCC, в общем, более-менее отознатель. Да, да. Действительно, здесь есть, как бы, не могу сказать, хоть и хитрический. Я просто говорю, что для Arjunter это не очень удобный арстикул. То есть, если мы говорим... То есть, если мы говорим... А Arjunter должны их слепить, на самом деле. Если вызывать артемблер на каждую попытку породить тот или иной фрагмент кода, это очень неудобно. Поэтому был реализован естественным образом свой звук кода первого. Точнее, переиспользован. То есть, собственно, что пришит этот интерес? Это типичный джин, входом которого является взрывы типы. Не выход, который является типи, а на последний блок. А входом является точно так же поиски до проходного кода. То есть, участок от точки входа, то есть, до момента, до того или иного раньше. То есть, точки входа мы определяем. Определяем, так сказать, гидротип. Именно поэтому, собственно, здесь необходим джин. То есть, первая точка входа это... То есть, это точка, с которой начинается исполнение процессора. После этого точки входа определяются исключительно динамически. Это некая прелесть использования гидротипа при эмуляции. Значит, что любопытно... Такая архитектура, в частности, позволяет, например, обрабатывать такие любопытные конструкции, как, например, подпрыгающие... То есть, инструкции, прыгающие в середину самого себя. Ну, вот, это такая техника. Некоторые ей пользуются. На архитектурах языкоподобных, как известно, нет точной фиксации разгаринструкций. То есть, на анализе, допустим, нельзя прыгнуть в середину другую инструкцию. Вот только что причине, что таргетом... Врачи всегда должен быть выровненный адрес. На языке можно прыгнуть с 3-го года. В частности, естественно, одна инструкция может прыгнуть в середину другой. То есть, в середину байтов, которая представляет другую инструкцию. Естественно, что хуже того так нет. Это реально делать. Например, такой код используется в бутсипнессе этого самого Макоса. Сажим, ты даже на самом деле. Ой, они там... Он ужал как делать. Я не знаю, зачем. Видимо, просто с людьми в шпусках. Я только применяю, чтобы сэкономить байтики. Ну, так тяжело экономить байтики. Потому что нужно достаточно хорошо представлять кодировку инструкций. Да, но просто в старое время, когда каждый байтик был на счету... Ну, как сказать... В общем, эта техника такая достаточно экзотическая. Но фоинт состоит в том, что при полноценной эмуляции процесса такие вещи тоже надо убить обрабатывать. И вот, что интересно... Вот такая вот стратегия... Работать количество компиляторов позволяет в частности обрабатывать и джамп в середину... В середину, допустим, на инструкции. Я вот сейчас чуть подальше объясню, как... Следующим кулетам... Через один кулет объясню, как это работает. Значит, промышленное представление. Это простая такая операционная аннотация. То бишь... Вот это типичный вирус... Типичный вирус для... Сгородного представления для... Для какого-нибудь из процесса. То есть... У автооперации есть... Не более трех аргументов. Ну, за исключением, на самом деле, операции инвизора, которые могут быть производить, конечно, аргументы. Это я сейчас рассказываю, собственно, про... Типичный вирус для использования. Вот... И, соответственно... Ну, допустим, для сложения того же... Соответственно, это правда... Destination и 2 скобуса. Ну, собственно, вот... Типичная, так сказать... Операция. В общем, все... Все операции, так сказать... Целевого процессора, то есть того процессора, которые, собственно, описываются... Кстати, вот... Гостевого процессора, скажем так... Они, соответственно, преобразуются при помощи специального парсера. То есть есть... Вейма есть, соответственно, динамический парсер, который... Который как раз анализирует машинный код и создает из него вот такое вот промежуточное представление. И дальше... Собственно, этот... Это промежуточное представление, ну, абсолютно, как обычно, слегка оптимизируется. То есть... Здесь же не очень оптимизирующих упорядок. По... По нескольким причинам. Но, как бы то ни было, он слегка оптимизируется, и после этого порождается машинный код уже для целевой архитектуры. То есть, по сути, после этого порождается уже то, что сказано, что мне делать на ту или иную, так сказать, ту или иную операцию. Соответственно... Соответственно... То есть, вот эта компиляция, они сохраняются в специальном хэше, индексированном адресом начала блока. То есть, как раз... То есть, это значит, что если... Если вы, как бы, перешли на инструкцию, по адресу x, то... То есть, по пути следующего перехода по адресу x, вы смотрите специальный, так сказать, хэш... Что в хэш? Социальный хэш... На самом деле, хэш, конечно. А-а-а... Ну, хэш, так сказать, что... Социальный хэш сохраняется в хэше, индексированным как раз адресом начала блока. Тут такой вот теоретический вопрос. Вы думаете, это физический адрес или виртуальный адрес? А почему? Отлично. А если у вас, допустим, одна и та страница хода, замаплены по разным... По разным виртуальным адресам, но, тем не менее, это одна и та же физическая страница, допустим, вот если у вас... Телеписи, которая замаплена во все, во все приложения? Дефект лишь как-то называет себя забором, но он, на самом деле, все-таки оказывается более выгодным, как то сложившиеся такие документы. А-а-а... На самом деле, у него хитрое дело, то есть у него быстрый лук по виртуальному адресу, но потом у него также делается лук по физическому адресу. И только потом делается реальная компиляция. Ну, это как вишар верхний уровень по виртуальному адресу, а по счету вишар на физическом адресе. Да, то есть на самом деле идея в том, что мы пытаемся всеми возможными, так сказать, образами избежать компиляции. Мы пытаемся найти вот соответствующий... Ну, понятно, нам сказать, один и тот же, так сказать, физический адрес. Это, в общем, пока будет значение не изменилось, оно все равно одно и то же. Поэтому, естественно, что мы вполне можем переиспользовать сомпелированные... сомпелированные... сомпелированные входы. Ну и понятно, мобилируем только если виши нет. Сейчас. А как спрашивать запиши? Вот, я как раз и давал хотел спросить. Хе-хе-хе-хе-хе. Что теперь без шанса ответить. Так, вот... Надо подумать, вот какие... Ну, в конструкциях, которые инфицируют пакет, наверное, ставаются проверки и попадают в это в закешированную область и иногда случайно инфицируются. Ну, скажу так... Скорее, на них ставится какой-то... Ну, что они не методизируют, а потом попадаются. Ну, вот просто есть, ну, например, инструкция... Ну, в я из церкви, инструкциях, которому инфицируют мать. Какой-то ваша стратегия. То есть церкви, да, то есть... Да, то есть... Да, то есть регистра... Регистра общего значения. Я из... Регистра церкви Регистра общего значения. с вашей стратегией там, конечно, не методизируют. Ну, что вы там в принципе, в ее оси. Да. Но они очень спокойны. В принципе, на самом деле этот кэш символизируется при куче разных обстоятельствах, в которых есть действительно изменения, собственно, маркета. но... Другой сценарий действительно это мониторит... То есть, на самом деле обработка самым инфицирующим символом. Понятно, что, в частности, в каком эмуляторе может исполняться фон, который... Вот какой-нибудь шипер. Например, того же куе. Это не мешает исполнять эмуляторы и уже смогу. И естественно, что такие сценарии должны обрабатываться. должны обрабатываться. И это действительно делается, правда, не методом, что, как бы, в инструкцию вставляется проверка, а чуть-чуть другим методом, что любой доступ к памяти проходит через TLB или через проверку наличия записи в TLB. И на самом деле просто вот на фазе трансляции в TLB делается проверка не является ли это регионом кода. Если это регион кода, то мы принимаем эти специальные действия. То есть, если лукаб так реализован, что? Не лукаб, а трансляция адресов. Потому что единственный способ, что вы тут прочитаете это прочитать по адресу. Чтобы прочитать по адресу, его нужно транслировать. Поэтому в фазе трансляции можно делать разные интересные вещи. В частности, например, собственно, имя же ММУ, например, защита страниц проверяется, естественно, один раз при помещении адреса страницы, на которой находится адрес в TLB. Только тогда проверяется, по сути, защита страниц. естественным образом, поэтому при изменении защиты на странице, он также инвалидирует именно зависит на фразы. Ну, такие вот моменты, опять же, что это такое специфические компиляторы. Поэтому глава компилятора является в частности регистра целевой архитектуры и, соответственно, целевой гостевой не хостовой, а гостевой. то есть куда он? Что-то я уже забыл. Что было, естественно, как было? Значит, ну и сложные всякие операции, то бишь, понятно, у архитектуры типа X86, естественно, есть такие операции так сразу не разберешься. Я помню, что как-то захотелось, чтобы OS2 работала в ключевом боксе. И это в конце было вверлось в динамическом консляторе, который ключевом боксе переиспользуется SPU. И я помню, полчаса просто понять семантику инструкции, которая была непокаянно реализована. с к сожалению цирк архитектуры вообще славится тем, что там инструкция очень непонятная. Поэтому при реализации ITCG была такая стратегия сложные участки входа вытаскиваем просто вход на си, делать то, что надо на си, и вызывать из самом деле частные операции обычно пишутся в качестве примитива компилятора для постовой архитектуры. то есть вы обычно пишите на самом деле кусок кода, который делает максимально быстрый lookup в TLB и, соответственно, вызов функции трансказа адресов, если это надо делать. Да, я вот собственно я просто когда пришел к вопросу в Челбокс, первое, что я сделал как раз вот использовался старый PM, который с тенгеном перевести транслятор как раз на DCG пластик мне собственно тесно общаться с тем, как работает PM. Значит, вот управление памятью. все также самые диалоги то есть делать необходимые минимумы. То есть все операции собственно PM это действительно попытка промодерировать процессы. В частности, это попытка по возможности мигмизировать количество операций. Поэтому адреса транслируются только тогда, когда они реальны. когда происходит собственно исполнение первого кода. Ну и как это делается? Реализованы программные модели и реализованы кэш-трансляции адресов состояния виртуального процесса. Точно так же, как на настоящем физическом процессоре есть собственно кэш название TLB индексированный соответственно виртуальным адресом адресом дающие значение геофизического адреса. Точно так же у нас имеется TLB в котором хранится на входе виртуального адреса гостям. А на выходе что нужно на выходе хранить? Адреса чего? Виртуальный адрес 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 а еще что с процент реальные адреса гостям да два варианта действительно на самом деле две вещи собственно один вариант физических адреса гостям другой вариант это виртуальный адрес хан Я думаю, что лучше хранить. Не только больше. Для каких целей? Ну а для каких целей? Что лучше? Для скорости лучше хранить. Что? Для скорости лучше хранить. Для адреса роста. Потому что я не знаю, что я не знаю. А для различных. Мы хотим проверить. Какие действительно безопасности. Держали машины лучше хранить. Адреса роста. А виртуальные адреса? Реальные адреса роста где? Наверное. Действительно, можно хранить и то, и то. В принципе, если мы говорим о участках операции доступа по адресу, то, естественно, нам нечего делать с физическим адресом гостя. По большому счету, если у нас нет способа его быстро организовать, то даты, которыми мы можем пользоваться. А можем пользоваться только виртуальным адресом. Это единственное, что у нас есть для адреса роста. Поэтому полезно иметь то и другое. Но действительно, в качестве стандартного адреса роста. Потому что там будет лучше хранить виртуальный адрес. Адрес, собственно, хасталом. Соответственно, также у него реализованы такие обработчики доступа для регионов, смысл его автоемов и других регионов, на которые нам интересно получить информацию о том, что случился в этот доступ. Я думаю, что рабочий тут не что и другое, а просто функция, которая вызывается, когда мы пытаемся прочитать или записать что-то из какого-то адреса. И она за это решает, что, собственно, реально должно случиться. И когда наличие, по сути, вот такой функциональности в эмуляторе, как раз и позволяет, собственно, создавать, например, моделирование устройств с умеом интерфейсом. Вот, например, в контроле прорывания, в, так сказать, в, как я имею в виду, что называется, аппик, аккаунт-программа, программа-контроллер. У него как раз интерфейс доступ в форме мемо. То есть вы, соответственно, можете программировать те или иные доступы просто читая значения из определенных адресов. И поэтому из определенных физических адресов, скажем так, точнее, вы можете домапить, в принципе, в любое место вашего виртуального аналитического пространства эти физические адреса и, в общем, оттуда читать записать. Поэтому, естественно, что это практически единственный способ реализовать вот интерфейс из такого рода устройства. Ну, кроме этого, как вы думаете, еще для чего полезно иметь вот обрабочие? То есть мне не просто, так сказать, читать значения из памяти, а если будет обрабочие? Какие ощущения в сценарии? Кроме? Кроме. В свой системе? Я же... Я так же говорю, но делается еще раз, делается в ТЛВ. В момент, когда мы читаем трансляцию страниц, мы часто идем проверяем бит доступ. Что еще может быть? В принципе, конечно, нужно. Точно так же нужно и... Ну да, да. Я вот не верю, что это делается бы и не понимаю, почему. Ну, еще, на самом деле, такой, может быть, сильный сценарий – это как раз обработка самодифицирующихся кодов. То есть код, который изменяет само себя, им тоже необходимо доставить вот такие обработчики для, так сказать, смотрения, какие изменения в коде произошли. Сейчас попробую. Вы как раз говорили, что любые такого проекта делаются при трансляции адреса. Да, да, да. Я про то и именно это я пытаюсь сказать. Но, грубо говоря, знаете, вот если у вас есть, допустим, пять актеров на одной странице, как бы, если у вас просто осуществилось ТЛВ, вот просто через ТЛВ проходит только первый ток. Остальные – это уже использование за чем-нибудь из КШ. Но при этом, если вам нужно изменить, если вы изменили какую-то последовательность адреса адреса, то вам нужно знать о том, что сейчас с точки зрения костя вообще находится на этой странице. Вам нужно и все пять адреса. Вам недостаточно специальности ТЛВ. Так вот, вот вы сказали, что всякий раз когда это вращение к ТЛВ, он как раз еще и... Да, еще раз. Если этот код ридом, так сказать, то ТЛВ проходит только первый ток. Если речь идет о чтении, о доступе на чтении. Если идет речь о записи, то если он там, например, не райд, то просто каждый раз будет все это тыкаться в ТЛВ, будет видно, что трансляция не удалось, ну, точнее, не удалось, но она не должна быть, естественно, проходить это случайно. То есть про мнение, где я совсем противоречу этим темам. У тех, кто должен быть уходом. Хорошо. Значит, точная обработка из ключей, благодаря примитивности компилятора, который вырослся. Значит, действительно, в некотором смысле примитивность компилятора позволяет достаточно просто обрабатывать, ну, относительно просто обрабатывать исключения виртуального процесса. То есть понимаете, практически любая функция, вообще любая функция на современном процессоре может поразить исключение какое-нибудь исключение. В какое исключение может поразить любая функция? Ну, да. То есть, в принципе, страница, на которой она находится, может быть или недоступна на чтение ее, или недоступна на исполнение, или вообще недоступна. А, то есть, в принципе, у нас указатель текущей инструкции может указать на исполнение в тот памятник? Ну, конечно. То есть, естественно, поэтому нам нужно быть готовыми и только всегда обработать исключительную ситуацию. То есть, чтобы это сделать, нам нужно либо, соответственно, проверять все исключительные ситуации и переходить на обработчик. То есть, что мы на самом деле и делаем. Либо пытаться делать как хатспот, то есть, не реализовать, в теме зрения, оптимизированный код или деоптимизировать. Ну, и, соответственно, тут вот как раз вопрос, о котором уже об общем обсудили. То есть, причины и поводы для сброса DLB. То есть, зачем это? То есть, действительно, как кэш-трансляция реальной процессоров, в том, что иногда сбрасывается. И вот, когда он готов сбрасываться, это... Тут, как бы, очень сложно компромисс. Потому что, если сбрасывать их слишком часто, то, естественным образом, у нас будут очень дорогие доступы к памяти. Если мы сбрасывать их недостаточно часто, то мы будем постоянно, так сказать, исполнять костя неправильно. Просто потому что будем использовать неправильные... и неправильные трансляции отстраиваться. Ну, всё, давайте, давайте передохнём. Что-то, собственно... Спасибо. Спасибо.